И вот, например, наш прекрасный коллега из Владивостока. Валерия Федоренко. Привет. Это, не знаю, мы с Валерией впервые в эфире, но я ужасно рада, что мы поговорим. Хотя, как и, в общем, многое в этом номере, в нашем номере, который называется «Тысяча дней», тема, прямо скажем, не самая радостная, но это очень интересная публикация. Правда, это очень крутая статья. Лер, спасибо тебе за неё большое. Она называется «Там за туманами», и речь идёт о том, что изменилось на морском кладбище Владивостока за тысячу дней. Почему вообще мы говорим про это кладбище? Ну, как бы, ну, что изменилось на кладбище и чего? Почему? Ну, надо сказать, что я действительно в первый раз с вами в живом гвозде. Я мечтала сюда попасть, но, конечно, немного не так. Ну, как вышло, так вышло. Что изменилось? А изменилось за эти тысячу дней многое. На морском кладбище Владивостока появилась «Аллея героев», как её называют достаточно официально. А если не официально, по-простому, место захоронения бойцов, погибших в специальной военной операции, владивостокцы, потому что все, кто уходил из других населённых пунктов, придаются земле по месту жительства. Так вот, у нас на морском кладбище Владивостока целых два места захоронения. Сначала стали хоронить в одном конце, ну, даже не в конце, а в начале, около центрального въезда, но потом очень быстро оказалось, что места-то не хватает. И после этого так называемая «Аллея героев» переехала вот в дальний конец кладбища. Кладбище туда, если честно, не ведёт даже навигатор. Все местные жители, в принципе, прекрасно знают, как туда заезжать. И это место, ну, вот морское кладбище, оно очень старое, Владивостокское кладбище, ну, одно из самых старых, ну, наверное, самое старое из действующих кладбищ Владивостока. Ему уже там 120 лет даже больше. И видно его, в том числе, с новой трассой «Седанка Патрокол». Эта новая трасса была открыта к саммиту стран АТЭС, который у нас прошёл в 2012 году, и стал, знаете, таким толчком для развития города, для новой жизни для города, для, ну, фактически, роста, процветания. То есть дорогу строили, потому что у города были большие перспективы, а ведёт она на кладбище теперь? Она ведёт мимо кладбище, она, конечно, ведёт не на кладбище, она ведёт, это обездная дорога у нас, она была необходима для развития города, но она в том числе ведёт к новому университету на острове Русском, да, где учатся, где начинают свою новую жизнь студенты. Она ведёт в том числе к новому микрорайону, где начинают свою новую жизнь молодые семьи, ну, в основном молодые, где там строятся десятки домов, многоэтажек, где кипит жизнь, где люди там живут жизнь, понимаете? И вот эти вот места, где люди живут жизнь, в них невозможно попасть через место, где люди находят своё последнее пристанище. Вот сейчас, если мы едем мимо морского кладбища, его видно было всегда, конечно, с новой трассы, но оно никогда не привлекало внимания, ну, потому что это старое такое кладбище, достаточно тихое, спокойное, нормальное, ну, место захоронения, как везде, ничего необычного. Но сейчас, когда вот ты едешь к этим новым микрорайонам, на остров и так далее, просто по объездной на выезд из города, ты видишь, знаете, это достаточно инфернально смотрится, ты видишь, как будто, знаете, как будто то ли какие-то клыки вонзаются в небо на сопке, ну, на таком небольшом холме, вот это вот место захоронения бойцов, да, погибших в СВО, оно находится на небольшой, ну, на сопочке, да. И все вот эти вот флаги, которые прям втыкаются в небо, как будто его протыкают, разрезают, знаете, вот наябское небо, вот это вот серое такое, знаете, низкое достаточно, и вот оно такое действительно как будто бы нанизано на вот эти вот флагштейты, вот такая вот история. Лер, скажи, пожалуйста, а вот тут в материале твоем две фотографии, ну, в начале, вот с начала фотография, где могилу уложены так, ну, как бы... Камешками обложены. Камешками обложены, вот, а на втором фотографии такие одинаковые чёрные надгробия, такие прям одинаковые-одинаковые. Это две разные части кладбища просто? Да, всё верно, это две разные части кладбища. На одной части кладбища, вот где эти могилы с белыми камешками, где яркие флаги, где венки, где игрушки около могил, это вот как раз-таки новая аллея героев. Там каждый день копают всё новые-новые-новые могилы. Там буквально, ну, кладбище, как говорят, тихое место. На самом деле оно вовсе не тихое. Там просто ни на минуту днём, просто ни на один день не замолкает вот этот вот отбойный молоток, вот эта вот работа кладбищенских рабочих, могильщиков, она не затихает ни на минуту. А вот там, где чёрное, это мемориал вот в честь погибших, там захоронены просто люди, которые погибли в начале специальной военной операции. И мэрия решила вот сделать из этого места, больше там не хоронить никого, залить его в гранит, в гранитную плитку, вот одинаковые чёрные надгробья, флаги по периметру стоят, там какая-то лавочка, место, где можно посидеть, вот такая вот история, и просто все перечислены, и там нет такого. Да-да, я вижу, там есть вот такое вот прям перечисление имён и фамилий, везде 22-й год стоит в дате смерти, везде у каждого. Но при этом вот когда ты говоришь, что вот на кладбище, как бы это странно ни звучало, есть своя жизнь, то есть там всё время находятся какие-то люди, да, там, ну как бы постоянно приходят родственники, что там происходит, вот когда ты туда пришла, что там было? Да, всё верно. Вот раньше я не первый раз, конечно, прихожу в место сохранения военнослужащих, бойцов. Раньше я приходила, когда вот этой вот аллее, ну, мемориала вот этого ещё не было, чёрного, и люди ходили туда. Многие ходили для того, чтобы почтить память, ну, знаете, незнакомых людей, окей, а вот просто я служил в морской пехоте, вот срочную службу, а тут вот пацаны наши лежат, я вот пришёл. Многие так приходили, многие приходили, ну, просто как родственники, так или иначе, там, как-то прибраться на могилках у своих, там, у чужих, у рядом стоячих ребят и так далее. А сейчас туда так не приходят. Сейчас в основном как раз приходят на другую часть кладбища, в дальний конец. Потому что, ну, официоз никто не любит, давайте тоже будем честны. Тоже это очень так как-то грустно звучит, может быть, грубовато, но вот так, как есть, к сожалению. Люди приходят вот в другой конец, потому что там действительно, там постоянно хоронят. Я вот буквально вот когда была, вот в этот раз писала этот репортаж, я там встретила женщину, да, а был будний день. Ну, просто приезжают люди, просто там кладут цветы, кто-то ухаживает за могилкой и так далее. Но я встретила женщину, у которой брат за день до этого был похоронен. Она, ну, она, конечно, вся заплаканная, в очень таком тяжелом состоянии. Она принесла такой, знаете, мне это поразила ситуация, потому что вот о каких вещах думают люди, да, когда теряют, ну, самых близких. Она принесла маленький розовый стульчик. Стульчик детский, и кажется, на этом стульчике, ну, взрослому человеку, во-первых, неудобно, во-вторых, он, по-моему, взрослого человека и не выдержит. Это на этот стульчик, она на нем написала, я смотрю, она что-то пишет. Подхожу, а там написано, у нас там очень хорошие люди, я надеюсь, этот стульчик не тронут. Ну, если хотите, возьмите, пожалуйста, попользоваться, но верните обратно. Когда мы с ней разговаривали, она мне говорила в основном про этот стульчик, потому что такое ощущение, что оно как будто вот за него как-то цеплялось, знаете. Ну, у нас же, наверное, люди добрые, вот вы как думаете, вот они же стульчик-то не заберут. И я думаю, ой. Ещё я хотела обратить внимание, что... Мне это так прошло. Да, публикация называется «Там за туманами», в том числе и потому, что это была любимая песня мобилизованного повара из Владивостока. Я так понимаю, что это один из героев наших публикаций, который, к сожалению, теперь тоже лежит на этом кладбище. Да, всё верно. Полтора года назад, в марте минувшего года, я делала материал про мобилизованного, который не пробыл на специальной военной операции собственные трёх дней. Их, как можно сказать, поселили, можно сказать, в Екатериновке, в селе опустевшем, в какой-то там заброшенной старой столовой. И там их, собственно, накрыли химорсы. И вот мама у него очень такая простая. В основном мы с мамой общались, ну так с женой тоже. А у него остался ребёнок. И видно, что за могилкой, да, ухаживают. И это вот тоже так грустно. Мама его вот как раз и рассказала, что он очень любил песню «Там за туманами». А сейчас вот как раз с этого кладбища, с этой сопки, открывается как раз вид на вот эти вот туманы такие владивостокские, очень густые такие туманы, знаете, как будто вот какой-то суп густой, я не знаю, вот такого вот серого какого-то цвета. И надо сказать, что могила вот Алексея Пахомова была одной из первых в этой части кладбища, когда я, собственно, про него писала. Полтора года назад. Месяц прошлого года на комнате. Ну да, она была что-то там, вот было 10-15 могил, что-то такое. Сейчас очень много, очень много. И всё роют, роют, роют новые могилы. Вот такая вот история. Поняли. Спасибо большое. Спасибо, Валерия Федоренко. Её публикация «Там за туманами» в журнале «Тысяча дней». До встречи в эфирах снова. «Владивосток» был сейчас с нами. Надеюсь, надеюсь. Да, мы тоже надеемся, что ещё будут эфиры, и ещё будут номера. Каждый раз это приходится надеяться.